10 гривен – образца 2000 года, купюра, которую ученые-историки требовали исключить из обращения в связи с искажением внешности гетмана Мазепы. Многие не согласны с тем, что стоило ли вообще изображать портрет Мазепы на национальной валюте. Украинский гетман принимал участие в обоих походах царя Петра I к Азову и снискал большое доверие царя. В феврале 1700 года он стал вторым кавалером, учрежденного Петром ордена Андрея Первозванного. С этого времени гетман именовался в документах «Войско Запорожского обеих сторон Днепра гетман и славного чина святого апостола Андрея Кавалер». Мазепа был лишен ордена в 1708 году после перехода на сторону шведов. На обратной стороне купюры в 10 гривен – панорама Киево-Печерской лавры. По словам авторов, они изобразили на оборотной стороне панораму лавры, потому что Мазепа перестроил Киево-Печерскую лавру, профинансировал возведение на ее территории церкви всех святых, перестроил и обновил соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы. На пятигривневой банкноте изображен Богдан Хмельницкий, самый известный из украинских гетманов. В центре обратной стороны банкноты – вид одной из церквей историко-архитектурных памяток Украины. Зиновий Богдан Михайлович Хмельницкий – гетман войска Запорожского, полководец и государственный деятель, родом из православной шляхты Речи Посполитой. С конца 1620-х годов он активно участвовал в морских походах запорожцев на турецкие города. Богдан Хмельницкий пользовался уважением при дворе польского короля Владислава IV. Затем казачество избрало его гетманом войска Запорожского. В историю он вошел как организатор восстания украинского народа против Речи Посполитой, в результате которого земли войска Запорожского вошли в состав московского государства. Личность, которая не вызывает разногласий в обществе, князь Ярослав Мудрый, изображен на купюре номиналом 2 гривны. Вошел в историю своей мудростью, о чем и говорит прозвище. Он – отец, дед и дядя многих известных правителей Европы. Первым сводом законов на Руси стала работа князя Ярослава Мудрого «Русская правда». По результатам проекта канала «Интер. Великие украинцы» волеизъявлением активной и думающей части населения страны признан самым великим украинцем всех времен. На оборотной стороне банкноты – гравюрное изображение памятника истории и архитектуры первой половины XI века собора Святой Софии Киевской. В народе говорят «мал золотник да дорог». На купюре достоинством в одну гривну размещено графическое изображение Владимира Великого, легендарного крестителя всей Руси. Времена Владимира ознаменованы началом распространения грамотности на Киевской Руси. Как и многие реформы, она проводилась насильственно. Матери детей, которых забирали в учения, плакали о них, как о мертвых. Летописное повествование о выборе вер Владимиром носит легендарный характер. Ко двору вызывали проповедников ислама, иудаизма, но князь Владимир Святославович остановился на христианстве. На обратной стороне банкноты – изображение колыбели украинского христианства Херсонеса Таврического. Таким образом, национальная валюта гривна объединяет все пласты богатейшей истории Украины.